Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Сегодня у нас программа на медицинскую тему, тем более, что она посвящена приятному событию, открытию новой детской поликлиники, заведующий которой, поликлиника номер 3, присутствует здесь в студии. Эта поликлиника имеет отношение к Московскому областному центру охраны материнства и детства. И в студии Ольга Александровна Муценко. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Это правда, что поликлиника только-только открылась недавно? Да, это правда. Поликлиника распахнула двери для маленьких жителей города Люберцы 12 мая 2023 года. Расположена поликлиника в ЖК Люберцы парк по улице 8 марта 18, корпус 3. И обслуживает население ЖК Люберцы парк и близ лежащей улицы. Да. Сама детская поликлиника рассчитана на 5 тысяч детского населения, что будет составлять 6 педиатрических участков. Но на данный момент это 3200 детей, которые отошли к нам с детской поликлиники номер 1 на улице Побратимов. И пока у нас 3 педиатрических участка. Но вы, так сказать, на вырост. Мы на вырост, да. Да. Активно идет прикрепление, приходят, прикрепляются, потому что жителям очень удобно. Практически поликлиника во дворе жилого дома спустился, и тебе, пожалуйста, в пол. Прямо вот как обещали, наверное, когда ЖК строили, что и поликлиника у вас будет, и детский сад будет, и то. Мы же знаем, что когда в стране вот таких много обещаний, они не всегда выполняются, но здесь вот поликлиника есть, она открыта. Но я так понимаю, что здесь еще сейчас задача такая стоит, что если не брать, где-то ж люди живут на условной границе, и старая поликлиника им подходит, и вы можете подойти. Теперь главное, чтобы они захотели к вам прийти, прикрепиться, потому что вы же новая поликлиника. Вы прям в новом здании, что ли, открылись? Здание абсолютно новое. Да вы что, так. Да. Это очень интересно, то есть пахнет вот этим еще совсем ремонтом. Запахом краски, да. Оборудование у нас все новое. Это мы сейчас поговорим, не торопитесь, не торопитесь. Значит, сейчас предложено жителям тех самых, ну скажем так, кварталов, районов, которые вот здесь находятся вокруг вашей поликлиники, прийти к вам и по МС прописаться. Прикрепиться. Прикрепиться. То население, которое уже было прикреплено по месторасположению к улице Побродимов, но адреса отошли, да, они прикреплены к нам автоматически. А уже новые жители приходят и прикрепляются. Понятно. И я так понимаю, что в зависимости от количества прикреплений, тогда у вас и создаются вот эти педиатрические... Педиатрические участки, да, в среднем это 800 человек на один педиатрический участок. Так, но это же один педиатр или их два педиатра обслуживают? Нет, на данный момент у нас три педиатрических участка, и обслуживают их три участковых врача-педиатр. Хорошо. Сейчас мы поговорим и о коллективе, и об оборудовании, но на сегодняшний день поликлиника, она же начинает создаваться вами и вашими коллегами ещё до того, как вы въезжаете в здание. То есть вы же где-то работали, где-то вам сказали, так, готовьтесь, Ольга Александровна, вот у вас будет своё помещение. Давно начали работать над поликлиникой, над её созданием? Ну, над самой созданием с 22-го года. Угу, 22-го года. То есть вы уже как бы... Ну, уже знала, что планировался переход туда, а до этого я работала. А люди сами просили, да, там, администрацию, депутатов, что вот, когда у нас там поликлиника откроется, наверное, всё-таки неудобно было такой большой район ездить куда-то далеко? Ну, ездить далеко, они обслуживались на улице Побратимов. Естественно, поликлиника строилась, то есть это жители видели. Не секрет был, да. Да, и поэтому они старались и знали, что это будет детская поликлиника, поэтому администрацию тормошили, чтобы от поликлиника открылась побыстрее. Теперь о самой поликлинике, так как это абсолютно новое... Вот сейчас, например, и в Москве, и в Московской области, ну, во многих крупных регионах, надеюсь, что и не в крупных, всё-таки после известных событий, связанных с пандемией тоже, да, немножко так повернулись к теме медиков с точки зрения улучшения самого помещения, удобства, так скажем, работы поликлиник. Но одно дело, когда вы ремонтируете старое здание, которое сто лет было поликлиникой, другое дело, когда всё начинается с нуля. Вот сегодня, тем более поликлиника детская, хочу ещё раз обратить внимание, она же имеет какие-то свои особенности. То есть, когда проектировалась эта поликлиника, она проектировалась вместе с ЖК, или как-то учитывались какие-то врачебные необходимые вещи, как будут кабинеты расположены и так далее? Ну, поликлиника построена по типовому проекту. По типовому. Да, и, естественно, свои корректировки медики тоже вносили. То есть, она с умом как бы построена, да? Да, в плане оснащения, навигации. То есть, всё сделано по последнему. А сколько там этажей, как она всё выглядит? Это одноэтажное здание, да, расположено это между двумя жилыми корпусами. А вот все необходимые кабинеты, это всё в поликлинике предусмотрено. Предусмотрено распределение потоков больных, детей и здоровых. Ну, как сейчас модно. Да, чтобы не было пересечений. А вот отдельно имеется процедурный кабинет, кабинет для вакцино-профилактики, кабинет узких специалистов. Но это же всё прописано, я так понимаю, в документах, что должно быть в такой хорошем смысле слова типовой поликлиники. Это нормативные акты Российской Федерации. И вы набирали людей на работу, потому что, я так понимаю, что кому-то, видимо, было предложено перейти в эту поликлинику, а кто-то к вам уже сам пришёл. Кто вот ваш персонал? Ну, на данный момент это врачи-педиатры, администраторы, медсёстры. Ну, и подбор персонала всё продолжается. Ну, я думаю, что... А куда бы, вот так, по вашему опыту, куда лучше идут врачи уже с опытом, которые, ну, поработали, может быть, в разных местах? Они идут в новую поликлинику, только выстроенную, со свежей краской? Вот. Или они идут в такую же устоявшуюся, где всё понятно? Ну, с одной стороны, это, наверное, ещё от человека зависит. Это понятно, да. Вот. Хотя, наверное, открывать новое – это лучше свой вклад привнести. Конечно. А вот был же, наверное, первый день, когда пришёл первый пациент. Было такое? Как-то зафиксировано? Было такое. 12 мая было такое, естественно. Встречали аплодисментами, светами. Можно сказать и так. Очень интересно. Я почему об этом уделяю много внимания? Потому что важно, что действительно даже в столице сохранились ещё такие поликлиники, которые даже странно, как они ещё до сих пор существуют. Вот какие-то такие старенькие, немножко обветшалые, какая-то текучка кадров. То есть ты приходишь к одному врачу, потом вдруг всё меняется, какой-то другой врач. И вот эта текучка, когда, знаете, вот участковый, я сейчас о взрослой поликлинике говорю, текучка такая кадра, что не успевает свой пул выработаться. Ты всё время как бы заново. И поэтому очень многие люди открепляются, прикрепляются заново, ищут. Готовы, например, поехать куда-нибудь подальше, лишь бы прикрепиться, может быть, к поликлинике вот такой более современной и так далее. Вот вы сказали, что рассчитано на шесть... На пять тысяч детского населения. На пять тысяч детского населения. То есть вы уже половину, получается, превзошли. Три с чем-то. Да, три двести. Я думаю, что по нынешним временам довольно быстро это всё придёт. Вот чем отличается сегодня запуск взрослой поликлиники от запуска детской? Насколько я понимаю, для детской же очень много ещё ограничений и требований дополнительных, которые отличаются от взрослой поликлиники. Или это примерно одинаковый процесс? Это процесс примерно одинаковый. Единственное, есть требования в документах при трудоустройстве. Потому что должно быть, допустим, вот... Когда работают с детьми, да, есть какие-то особенности? Да, у них есть, к примеру, медсёстры, сестринский сертификат должен быть именно в педиатрии. Ага, то есть просто так нельзя взять медсестру. То есть они проходят какие-то дополнительные курсы? Дополнительное обучение, но дети и взрослые у нас всё-таки отличаются. Есть свои особенности. Конечно, безусловно. И я так понимаю, что детская поликлиника подразумевает, что, ну, скажем так, опять же, если взрослый человек заболел, да, он может прийти там со своими родными, но довольно часто человек сам приходит на приём. А здесь ребёнок сам на приём не придёт, он приходит с папой, с мамой. Всем места-то хватит там? Места хватит всем. Сама поликлиника рассчитана на 155 посещений в смену. Вот. Но для посетителей места предостаточно. Коридоры просторные. Посадочных мест в достаточном количестве. Поэтому ребёнок может прийти с мамой, с папой, с бабушкой, с дедушкой. Да, да, то есть всей семьёй могут прийти, если что. Могут прийти всей семьёй, да. Для ожидания есть зона комфортного ожидания, где имеются игрушки, столики, телевизоры с мультиками, мягкий уголок устроен. Но, как правило, ожидать не приходится. То есть всё по записи. Ребёнок пришёл с родителями, и в своё назначенное время он попал на приём к врачу. Знаете, как в некоторых государственных офисах сейчас говорят, что если вы ждёте больше, чем 15 минут, мы вас угощаем кофе. У вас такого нет ещё? Виндинговые аппараты установлены. Установлены. А, даже это есть, да? Даже это есть. Кулер с водой. Всё для удобства посетителей. Вот это очень важно. Почему об оборудовании в данном случае не медицинском? Потому что мы же не забываем, что речь идет о детской поликлинике. Это очень важно с той точки зрения, что ребёнок может нервничать. У ребёнка могут быть такое состояние. А тут хоть какая-то игрушка, мультик, как-то незаметно сгладить эту историю. Кстати, иногда ребёнок не нервничает, пап с мамой нервничают почему-то. Поэтому непонятно, кому надо мультики смотреть в данный момент. Поэтому это очень хорошо. И я так понимаю, что приёмка была в поликлинике. Не просто же так её открыли. Кто участвует обычно в приёмке? Наверное, и строители? И строители, и медики, и администрация города. То есть и всё было зафиксировано? Всё ли так сделано, как положено? Я так понимаю, что поликлиника открыта. И уже, если с мая месяц, то есть у вас уже больше месяца прошло. Конечно, у вас ещё не скоро будет первый юбилей. Год будет только в мае. Но тем не менее, во второй части мы поговорим, что поликлиника предлагает. И почему вы предлагаете в данном случае в этой поликлинике найти своё счастье для многих родителей. И, кстати, не только, может быть, именно из вашего района. А может быть, кто-то подальше захочет, если действительно... Пожалуйста. Вот мы поговорим о второй части. А в первой части, завершая этот разговор, вот вы когда вошли сами в поликлинику, у вас какие были ощущения? Тем более, новый руководитель, только что открывшаяся поликлиника. Это же очень такая история сложная. Да, ощущение, что вот я готова сейчас горы свернуть и всё сделать для того, чтобы поликлиника развивалась и процветала. И подобрать себе подобный коллектив. Ну, я думаю, вы давно уже его подбирать-то начали. Да, ну и продолжаем подбирать. Продолжайте подбирать. Ну, а вот что нужно, например? Ну, мы поняли, что определённые документы, но у вас есть возможность обратиться к нашим телезрителям, которые, может быть, медиками работают и готовы к вам прийти. Куда нужно обратиться? Просто в поликлинику прийти? Да, приходите в поликлинику. Это либо к старшей медсестре, кабинет 15-й Натальи Михайловны, либо ко мне непосредственно 17-й кабинет поликлиники. Видите, наша программа делает чудеса. Прямо непосредственно можете сразу с заведующим познакомиться. Ну что, сейчас мы движемся к первому перерыву. Но раз есть номер 3, то есть номер 1 и 2 и так далее. На сегодняшний день, просто чтобы я понимал, может быть, я не в курсе, насколько по закону у нас должна быть поликлиника, на какое количество детей. Вот у вас 5 тысяч, да, планируется. То есть это для всех так, да? То есть 5 тысяч – следующая поликлиника? Нет, это мощность поликлиники рассчитывается ещё до того, как её начинают строить, исходя из численности того микрорайона, в котором строится данная поликлиника. Понятно. Сейчас сделаю небольшую паузу. Напомню, что у нас в гостях Ольга Муценко, заведующая детской поликлиникой номер 3, вновь открывшаяся Мацомт. До встречи через некоторое время. Напомню, что это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Говорим мы сегодня о новой, только что свежей, открывшейся детской поликлинике номер 3 Московского областного центра охраны материнства и детства. Заведующий Ольга Александровна Муценко здесь у нас в студии. Кстати, а вот поликлиника, она, получается, имеет отношение и к центру охраны материнства и детства. Да, это ее составляющая часть. Составляющая. То есть вся Московская область, все детские поликлиники входят? Или у больницы есть своя детская поликлиника? Какой принцип? У Московского областного центра охраны материнства и детства имеется вот 3 детских поликлиника. Три. Три. Было 2, сейчас стало 3. Правильно я подразумеваю, что вкладывается в это? Ну, что греха таить, у нас очень многие ваши коллеги были, и мы знаем этот центр очень давно, и руководство центра, и самых разных врачей, что ваша поликлиника немножечко должна отличаться от поликлиники, ну, такой обычной, да, детской поликлиникой, при любой областной больнице, например, или при городской. Чем отличие, чем центр отличается от обычного заведения? Нет, поликлиника обслуживает непосредственно население, прикрепленное на медобслуживание... Ну, а медобслуживание в этом районе. Да, в этом районе проживающие. Вот, а весь, если взять Московский областной центр охраны материнства и детства, там же в составе разные структурные подразделения, поэтому, в частности, КДЦ, они уже обслуживают территорию городского округа Люберцы. Угу, понятно. Ну, то есть люди сами могут выбрать, куда им пойти и куда привезти своего ребёнка. Ну, сейчас давайте поговорим ещё об одной истории. Мы узнали, что в вашу поликлинику можно прийти всей семьёй, поддержать своё чадо. Вот, вы увидите там и игрушки, зоны, так скажем, отдыха или зоны комфортного пребывания. Да. Ну, понятно, что туалеты, всё это тоже работает. Теперь поговорим о кабинетах. Вы сказали, что все кабинеты выстраивались, я имею в виду, значались исходя из, ну, во-первых, типового проекта, во-вторых, определённых документов, которые, ну, регламентируют, что должно быть, как... В поликлинике, да. Но теперь самое важное, возвращаемся к людям. О людях мы тоже поговорили, что процесс идёт, то есть люди уже есть, но набираются ещё, опять же, на вырост населения, оборудование. Потому что в открытие вашей поликлиники попало вот в такой период, когда мы что-то где-то слышим, оборудование, ну, много оборудования импортного было, всё ли к вам доехало, всё ли удалось установить. Удалось установить всё. Так. Всё застройщик успел закупить до того момента, как это всё случилось, да, изменилось, поэтому оборудование у нас есть. Это шикарное лор-оборудование, шикарное офтальмологическое оборудование. То есть по последнему слову... По последнему слову техники, да. Рентген-кабинет, кабинет стоматолога оснащён. То есть не просто там какая-то машинка стоит, а вот продуманная. Тем более для детей стоматолог, я до сих пор помню, что... Да, нет, стоматологическая установка со всеми необходимыми комплектациями, потом рентген и дентальный аппарат. То есть непосредственно необходимо будет стоматологу отправить на рентген. А, то есть вот этот... А, тут ему всё сразу же на месте и сделают. То есть фактически у вас в поликлинике, это понимаю, что вы не всё ещё оборудование нам перечислили, а только, видимо, то, за что вы гордитесь, сразу же первое хочется сказать. Ну, мы за всё гордимся. За всё гордимся, да-да-да. Но, то есть ребёнок, придя в поликлинику, не нужно его гонять, что там рентген туда съездить, а там зубы рентген туда съездить. Нет, это всё будет на месте. Да, единственное, что если будет необходима консультация других специалистов, то пациенты будут маршрутизироваться. То есть у узких, как мы называем, да? Да, у более узких специалистов пациенты будут маршрутизироваться также. Ну, и в другие поликлиники, кем отцом, да, при необходимости, и в консультативный диагностический центр тоже мотцом, да. Понятно. Ну, мы говорим о поликлинике. Я так понимаю, что если речь идёт о госпитализации, то это вы тоже маршрутизируете куда-то в другие уже больницы. Ну, госпитализация – это наша детская больница, которая в нашем же центре располагается. Ну, и плюс учреждения, которые входят в Московскую областную программу государственных гарантий. Ну, то есть вы можете направить по правлению, то есть ребёнок, да? Да. Понятно. Хорошо. Ещё вот такой вопрос. Какие-то, не знаю, расходные материалы, которые необходимы там для проведения, не знаю, укол сделать или забор крови, вот всё это. Это всё имеется в поликлинике. Да, всё как тоже положено, разложено по всем полочкам и так далее. Все необходимые укладки, расходные материалы. То есть ребёнок может прийти, сдать анализы прямо у вас, исходя из... Да, естественно, пройти курс массажа, физиотерапии, лечебной физиотерапии. Да, вот, кстати, как у вас с этим... Это тоже такое оборудование своеобразное. Это тоже всё имеется в наличии. В наличии. Хорошо. Ещё вот такой вопрос по поводу оборудования мы поговорили, а по поводу доступности или как-то, не знаю, маршрутная карта. Есть же у нас во взрослой поликлинике взрослая диспансеризация, да? А есть детская ещё диспансеризация. Вы как-то к этому готовы или уже работает эта система? Да, это всё будет, естественно, проводиться. Всё на одном этаже, в близко расположенных кабинетах. То есть профосмотры будут проводиться, максимум 2 часа будет затрачено времени на профосмотры. Потому что, насколько я помню, эти профосмотры, они, ну, как бы, там, в зависимости от возраста делаются. В зависимости от возраста. Ну, детский контингент профосмотры проходят ежегодно. Единственное, состав специалистов в каждом возрастной категории свой. Мужка меняется. Мужка меняется. И ещё, возвращаясь к врачам, всё-таки три педиатра. Я вот переживаю, не слишком нагрузка на них такая большая? Три тысячи с чем-то там ребятишек. Достаточно они... Я к чему веду? Вот сколько в среднем? Ну, давайте не будем брать сейчас летний период. А возьмём, хотя поликлиника, кстати, ещё зимой не работала. Да. Пока открылись летом. Да, возьмём период, когда, ну, количество заболеваний увеличивается. Сколько на одного педиатра нагрузка может быть? Сколько человек он одновременно может вести там в течение, как у вас считается, день, неделя, месяц? Ну, в среднем до 30 человек в день. До 30 человек. То есть это такая расчётная цифра. То есть если больше, то, условно, если нужно больше, вы приглашаете ещё как? Конечно, будем подключаться. Если будет... Население будет расти, будем увеличиваться, уменьшать участки, и, соответственно, и кадровый... Увеличивать персонал. Да, персонал тоже будет увеличиваться. Хорошо. Тут ещё такой психологический момент, она тоже немаловажная. Возвращаясь к теме мультфильмов, игрушек, создания какого-то такого настроения и родителям, и детям, тем не менее, взрослые на себя могут даже рукой махнуть, а над ребёнком, что называется, трясутся. Им может показаться, что вот этот врач как-то не так их обслуживал, что-то не то сказал. Или как-то, ну, жизнь есть жизнь. Да, вот как можно выбрать педиатра? Или всё равно он прикреплён, и ты хочешь, не хочешь, ты должен с этим педиатром водить к нему своего ребёнка? Ну, участково-территориальный принцип, конечно, присутствует. Ну, и по желанию родителей тоже прислушиваемся. Если... Ну, не сконтачились, бывает же такое. Ну, да, бывает. Если родители хотят наблюдаться у кого-то педиатра, самозапись доступна, пожалуйста, они могут записываться и приходить к тому педиатру. В приёме им никто никогда не откажет. Понятно. И если у них возникают какие-то вопросы, то всегда можно прийти к заведующему и выяснить, что это, потому что всё-таки дети. На контакт идём, нужна помощь, пожалуйста, обращаются, помогаем всем. Без помощи никто не останется. Да, хорошо. Ещё такой вопрос немаловажный, к финалу его программы я оставил. Это понятно, когда детки приходят сами, ну, я имею в виду с родителями. Другой вопрос, когда ребёнок болеет дома, и к нему должен прийти врач. И не просто прийти, а его нужно дождаться, правильно заказать, время прихода. Ну, не заказать, а вызвать. Да. А то заказать врача уж как-то. Да, да, нет, ну, хорошо, вызвать. Ну, я ничего плохого не хотел сказать. Вызвать врача. Как эта система работает, врач на дому? Ну, вызов врача осуществляется по единому номеру 122. Так. А вызов принимается администраторами в рабочее время и передаётся врачу-педиатру. То есть там спрашивают адрес, где вы живёте. Ну, большая часть сейчас это всё принимают роботы. Ага. Поэтому при вызове врача на дом надо чётко, конкретно отвечать на поставленные вопросы. Чтобы не было того, что вызов попадёт некорректный и медпомощь может быть просто не... То есть, давайте так, если человек дозванивается, ну, переживает всё-таки, дети наши, всё, и что-то некорректно сказал, лучше ещё раз перезвонить, да, и сказать корректно. Потому что уже не в основном роботы принимают. Хорошо, ещё такой вопрос. Приходит же тот же самый педиатр. Как вообще? Раньше было как? Педиатр часть работает там, а часть сходит? А педиатр сейчас всё то же самое. Педиатры сидят 5 часов на приёме, либо утренняя смена, либо вечерняя. И уже зависит от того, либо до приёма, либо после приёма он идёт на участок, работа на участке. Это и вызовы к больным детям, и осуществление патронажей к здоровым новорожденным детям. Понятно. Ну что ж, нам остаётся только порадоваться, возрадоваться, как сейчас говорят, потому что любое открытие, кстати, в медицинской сфере, а в данном случае открытие поликлиники, это очень хорошо, очень здорово. Я прекрасно понимаю, Ольга Александровна, что впереди много дел, наверное, и ответственности, и спроса сейчас у вас будет больше, потому что, мол, мы врутили новую поликлинику, давайте, как вы сказали, глаза горят. Мы хотим пожелать и вам, и всему коллективу, чтобы поликлиники заговорили, чтобы к вам шли, значит, как сказать, правильно мне ещё раз сказать, прикрепиться. На медопслуживание, да. Да, поэтому мы всех желающих примем. Так, пожалуйста, запоминайте. Это вам сказала заведующая детской поликлиникой номер 3 Московского областного центра охраны материнства и детства Ольга Александровна Муценко. Спасибо вам за участие в программе. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»